здравствуйте вы смотрите программу карельский капитал сегодня у нас очень трудная тема не для всех понятно это тема финансы и у нас в гостях министр финансов карелии ирина ахакас но тема которую мы сегодня прежде всего поднимем это тема которая касается всех и каждого это зарплаты есть такое расхожее выражение что у нас зарплата хорошая жалко маленькая и вот сейчас в рио главы артур парфенчиков поручил сократить в регионе разрыв между заработной платы руководителей и стандартных сотрудников государственных учреждений и причем поручил сделал это поручение по итогам вашего доклада ирина елмароновна спасибо что пришли здравствуйте в чем собственно задача как выполнить указ вручение головы ну во первых здравствуйте и из такого достаточно острого вопроса начали но это касается всех сегодня да в общем то заработная плата в государственном секторе и муниципальном секторе она определена теми ресурсами которые поступают бюджеты и республиканские и бюджеты муниципальных образований и естественно системы оплаты труда которые внедрены у нас с 2008 года во всех государственных и муниципальных учреждениях они настроены на то чтобы эти обязательства республика и муниципалитеты могли выполнять кроме того мы с вами знаем что в двенадцатом году президент российской федерации принял указ который предопределил наши действия в развитии системы оплаты труда в государственном секторе это повышение заработной платы тем категориям и тому персоналу которые собственно оказывают услуги гражданам это врачи средний медицинский персонал младший медицинский персонал педагоги это работники культуры и это социальные работники поэтому все ресурсы которые имеют каждый субъект российской федерации республика карелия не исключение они должны быть сконцентрированы на как раз повышение оплаты труда этим категориям сотрудников государственных муниципальных учреждений к сожалению вот за несколько предыдущих лет у нас произошли произошли процессы которые несколько исказили суть системы оплаты труда у нас не не была создана общая система для руководителей государственных муниципальных учреждений и в связи с этим в связи с тем что необходимо на самом деле эту ситуацию поправлять временно исполняющий главы республики карелия дал такое поручение министерства то есть на сегодняшний день в каждом учреждении начисляли заработную плату так как в общем предполагали сами не было единых нормативов как это происходило какие разрывы в зарплате ну исходя и это происходило естественно исходя из тех лимитов бюджетных средств которые были доводились до каждого из учреждений и разрывы конечно очень существенные я не могу сказать что в целом система была несовершенна но по отдельным учреждения моих мы выявили 28 на самом деле очень сильно дифференцирован 28 250 это в пределах 10 процентов и этот разрыв дифференцирован до 8 в одном учреждении даже до девяти между средней заработной раз раз то есть это 900 процентов между средней заработной платой сотрудников учреждений и руководителями этих учреждений поэтому конечно эту систему нужно внедрять и нужно определять четкие понятные правила определения заработной платы руководителя учреждений. Они должны зависеть от результатов работы этих учреждений, от эффективности работы собственно самого руководителя учреждений. Такие критерии будут установлены для всех руководителей. А каким образом сократить разрыв руководителям, понизить зарплату? Потому что вопрос, для того, чтобы два варианта, либо сократить у одних, либо повысить у других. За счет чего повышать? Есть возможности такие? Если их нет, тогда нужно сокращать руководителя. Кто пойдет на это? Возможности есть всегда. Я придерживаюсь этого принципа. Конечно, здесь необходимо будет принимать решения организационного характера каждому из учредителя государственного учреждения. Учредителями у нас является соответствующее министерство для подведомственных учреждений. это и в первую очередь выполнение того указа, о котором я сказала. То есть это повышение оплаты труда сотрудникам этих учреждений и, соответственно, приведение стимулирующих выплат. Речь идет прежде всего о стимулирующих выплатах. Стимулирующих выплат для руководителей учреждений в соответствии с теми критериями, которые будут заданы. Критериями, конечно, является обеспечение и предоставление качественных услуг. В первую очередь мы рассматриваем качество в качестве основного критерия предоставляемых услуг, доступность этих услуг, бесплатных услуг и, собственно, повышение оплаты труда сотрудникам этих учреждений. Вознаграждение по результатам труда. Да. И все-таки я позволю себе еще раз уточнить, вот что ждать нашим телезрителям, которые действительно оказывают услуги, ну, врачам, учителям, они получат большую зарплату? Ну, вот, по идее, так как это должно работать. Если говорить о категории, мы просто заговорили с вами изначально про категорию руководителей, если говорить о категории сотрудников, которые непосредственно предоставляют услуги гражданам, то, конечно же, им будет повышаться оплата труда в соответствии с теми требованиями. Опять же, сошлюсь на президента Российской Федерации, который нам задал тон, он задал уровень оплаты труда этих сотрудников, мы должны будем их выполнить. Слушайте, ну, это прекрасный тон для нашей передачи, которую мы задаем, да, люди получат большую заработную плату, это прекрасно. Поручение Артур Парфенчиков дал вам по итогам доклада. Что это за доклад? Какие темы вы будем поднимать? Доклад Министерства финансов, временно исполняющему главы Республики Карелия Артуру Олеговичу Парфенчикову, заключался в изложении итогов работы Министерства финансов Республики Карелия за 2016 год и в постановке задач на 2017 год. Разговор о зарплате понятен всегда и всем, но при этом деятельность Министерства финансов это такая достаточно закрытая, на самом деле, на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, легко ли быть министром финансов? Наверное, легко, когда есть финансы, есть что распределять. А когда их нет? Когда, как в нашей Республике, мы живем в долг? Ну, не могу сказать, что в Республике Карелия нет финансов. Они есть, они есть, достаточно большие. Другое дело, что в предыдущие годы они не были сбалансированы. И сегодня перед нами поставлена задача как раз обеспечить сбалансированность бюджета, обеспечить траекторию снижения государственного долга в Республике Карелия. И как это делается? Традиционно этим Министерство финансов занималось всегда. Эти задачи, они никогда не были легкими на самом деле. Ну, опыт моей работы говорит об этом. Я достаточно давно в финансовой сфере работаю. Вот, как это делается? Здесь, конечно, должна быть общая консолидированная работа всех органов власти, причем не только исполнительной и законодательной власти, и органов местного самоуправления, консолидированная работа на результат. Результатом может быть и рост доходов в Республике Карелия, и эффективное управление расходами в Республике Карелия. То есть эффективное распределение ресурсов на те приоритеты, которые определяются ежегодно, либо на три года у нас есть среднесрочный план, либо на долгосрочную перспективу. В общем-то, все эти стратегические документы у нас есть. И если правильно распределить ресурсы и сконцентрировать их на приоритетных задачах, то все должно получиться. По информации из открытых источников, Карелия входит в число 14 субъектов с высоким уровнем государственного долга. Слово «долг» он всегда пугает. Что это такое? Что это такое государственный долг Республики Карелия? Откуда он берется? Как его обслуживают? В общем, вот раскройте тайну. Государственный долг Республики Карелия, он на самом деле очень высокий. И этого нельзя скрывать. Мы об этом должны все время говорить. И мы должны искать пути его снижения. Государственный долг, он сформировался в период, в таком объеме он сформировался в период с 2012 года. До 2012 года у нас долг не превышал 50% собственных доходов. Республики Карелия. И он не вызывал беспокойства. Сегодня, конечно, он вызывает беспокойство. Долг – это накопленные заимствования. А сколько в абсолютно? 50% – это относительно? А абсолютно сколько же бы должных? Сегодня относительный долг составляет 115% к уровню доходов бюджета Республики Карелия. И это 22 миллиарда рублей. Мне кажется, от поединения просвещенного человека, мне кажется, это критическая масса. Если бы у меня было столько долгов в семейном бюджете, я бы сильно переживал, заберут ли у меня имущество, которое у меня есть за эти долги. Если переводить на семейный бюджет, конечно, этот долг бы превысил ваши годовые доходы. Да, это печально. Но надо как-то оздоравливать, видимо. Да, в Республике Карелия в прошлом году была принята программа оздоровления государственных финансов и оздоровления государственных финансов, в которой как раз и предусмотрены те меры, которые должны принять все участники, все органы власти, все органы местного самоправления, меры организационного характера, меры стимулирующего характера, которые будут направлены, во-первых, на рост доходов, для того, чтобы покрыть часть долга Республики Карелия, а во-вторых, на сбалансированность расходов. Ну, какие это меры? Ну, я понимаю, что слова понятны. Как оздоровить финансы? Нужно сократить расходы и повысить доходы. А как это сделать? Естественно, невозможно сократить государственный долг за один год в разы, поэтому мы идем поступательно в этом направлении и планируем, чтобы все-таки, допустим, в 2017 году, хотя планы у нас есть и более долгосрочные, в 2017 году мы должны снизить государственный долг еще как минимум на 10% в относительных показателях. Ну, динамика сейчас, на сегодняшний день. Как обслуживается долг сегодня? Обслуживается... Ну, долг, структура долга у нас сформирована достаточно оптимальная. За прошлый год нам это удалось сделать. Мы поработали со структурой, мы снизили расходы на обслуживание долга на 200 миллионов рублей, более чем на 200 миллионов рублей. Но это выплаты по процентам, я так понимаю. Да, это выплаты по процентам, по выпущенным государственным облигациям и по кредитам банкам и федеральному бюджету. Конечно, более выгодные кредиты из федерального бюджета, они предоставляются под ставку 0,1% от суммы заимствований, менее выгодны, конечно, кредиты коммерческих банков, ну и выгодны заимствования в форме облигаций. Структура долга сформирована уже на начало этого года такова, что у нас нет краткосрочных заимствований, то есть у нас долг имеет среднесрочную и долгосрочную структуру, его погашение, поэтому у нас нет беспокойства за то, что мы не сможем погасить этот государственный долг, он распределен по периодам на долгосрочную перспективу. А когда пик выплат предполагается? То есть мы застанем это или это на длительную перспективу, когда это будет? Какой пик выплат? Сколько мы выплачиваем? Я еще раз повторюсь, у нас структура долга очень оптимальная сегодня, поэтому пиков мы постарались не предусматривать. Мы будем равномерно и очень плавно погашать этот государственный долг, ограничивая привлечение новых заимствований. Оздоровление республиканских финансов – это на сегодняшний день абсолютно необходимая процедура, потому что в противном случае взаимоотношения с федеральным министерством финансов будут складываться не так хорошо, так, как хотелось бы. В каком состоянии мы сейчас находимся, наше сотрудничество? Ну, здесь нужно сказать, досотрудничество скажу, о том, что доходы нашего бюджета сформированы таким образом, что есть собственные доходы в виде поступления от налогоплательщиков, и есть часть бюджета, которая занимает около 25%, это дотация из бюджета федерального на выравнивание бюджетной обеспеченности республики Карелия. И должна отметить, что в прошлом году нам удалось, совместно, конечно же, с другими субъектами Российской Федерации, нам удалось все-таки провести в правительство Российской Федерации, в Министерство финансов Российской Федерации идею о необходимости перераспределения и увеличения ресурсов на поддержку субъектов Российской Федерации в связи с принятыми решениями федерального уровня и по консолидированным группам налогоплательщиков, и по увеличению расходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Мы достаточно много вносили предложений, но результатом при планировании федерального бюджета явилось то, что таким субъектом, как Республика Карелия, был увеличен объем поддержки в форме дотации. Если говорить в цифрах, то, допустим, в 2016 году дотация составляла 5 миллиардов рублей, а в 2017 году она уже 7 миллиардов рублей. Это вот эти 2 миллиарда рублей, это на самом деле для нас огромная поддержка, ну и по сумме вы чувствуете, что это огромная поддержка для того, чтобы увеличить или улучшить сбалансированность бюджета и дать возможность Республике Карелии снижать государственный долг. Кроме того, мы работали и над такой темой, и вносили предложения в правительство, и к нам прислушались, и принято решение в виде постановления правительства Российской Федерации об увеличении доли субфинансирования из федерального бюджета по субсидиям. Субсидии – это такая форма межбюджетных трансфертов, которая предоставляется из федерального бюджета субъектам на финансирование приоритетных направлений. Ну, на какие-то конкретные программы. На конкретные программы, государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъектов Российской Федерации. И эта сумма тоже для нас немаленькая. Сегодня она определена больше, чем 2 миллиарда рублей. И этот уровень субфинансирования с 70 до 93% увеличен. Поэтому, собственно, средств бюджета Республики Карелия потребуется меньше, чем требовалось, допустим, в 2016 году для как раз выполнения этих приоритетных проектов. Поэтому, возвращаясь к подписанному правительством Республики Карелия соглашению с Министерством финансов Российской Федерации. Да, предоставляя нам эти 7 миллиардов рублей, Министерством финансов Российской Федерации поставлены условия для Республики Карелия. И этими условиями являются, собственно, развитие экономического потенциала в Республике Карелия, снижение уровня безработицы и увеличение инвестиций. Ну и как следствие, исходя из этого, это рост налогов в бюджет Республики Карелия. Так вот, рост поступления налогов в бюджет Республики Карелия, Республика приняла на себя такое обязательство, он должен составить 9% к уровню 2016 года в сопоставимых, естественно, условиях, потому что в конце прошлого года были приняты изменения в налоговый кодекс, поэтому эти изменения не должны учитываться при расчете вот этого показателя. И, соответственно, самое главное, как следствие вот этих мер, это рост экономики, повторюсь, рост налогов, как следствие у нас должно произойти снижение уровня государственного долга. Это тоже условие поступления дотации в бюджет Республики Карелия. Ну, это такие, на самом деле, совсем даже неплохие для меня, кажется, условия сделки договора, да, мы вам даем деньги, а вы потом читаете не то просто, куда вы их потратили, а результаты от потраты, это очень хорошая история. Опять же, я все пытаюсь перевести в понимание простого человека, вот для меня. В Карелии, вы об этом уже сказали, есть ценные бумаги, выпускают в Карелии ценные бумаги, облигации. Может ли человек прийти, купить, и почему он это должен сделать? Ну, как минимум, потому что он поможет Республике оздоровить финансы. Но для себя что он получит? Ну, должна сказать, что те облигации, которые уже выпущены, и которые планируются к выпуску в 2017 году, они не предполагают участие граждан в выкупе этих облигаций. Они предполагают выкупать их облигаций юридическими лицами. Но мы над этой темой на самом деле думаем, над тем, чтобы внедрить такую форму заимствований, как облигации для граждан. Пока мы анализируем такие облигации, мониторим, как мы говорим, на рынке ценных бумаг других субъектов Российской Федерации. И в текущем году, вы, наверное, тоже знаете, это сообщение прошло в средствах массовой информации, Минфин Российской Федерации выпускает свои облигации для граждан. Поэтому, вот с моей точки зрения, это самое выгодное условие размещения средств. Почему? Свободных средств граждан или свободных средств юридических лиц. Потому что условия, во-первых, это долгосрочные инвестиции в свой капитал. Во-вторых, это надежные с точки зрения предопределенности условий получения дохода. Потому что эти условия объявляются при выпуске ценных бумаг. И они не могут меняться на протяжении всего периода дней. Да, они не зависят от конъюнктуры рынка. То есть ты сможешь самостоятельно просчитать все риски и все выгоды для себя, изначально вкладывая средства в ценные бумаги. Вот вы заметили, что вы сказали мне, наверное, знаете про выпуск Министерства финансов, облигаций. Я боюсь, что... Я где-то это просто слышал и даже где-то читал. И даже знаю, что примерная реакция людей, ну, в процентном отношении, там, 5-6, которые готовы купить. Но на самом деле это, наверное, по части такой финансовой безграмотности, что ли. Что делает Министерство финансов, чтобы ликвидировать безграмотность с точки зрения открытости самого Министерства, ну и открытости финансов? Очень хороший вопрос. Потому что эта тема, она для нас наиболее важна при реализации всех задач Министерства финансов, профессиональных задач. Мы в прошлом году существенно изменили даже в этих целях структуру Министерства финансов для того, чтобы было понятно, на самом деле, и люди, которые работают в Министерстве финансов, понимали те задачи, которые ставятся перед Министерством финансов. Открытость – это особенно в условиях, в которых сегодня живет Республика Карелия, когда необходимо принимать очень оперативно и очень взвешенно все решения в части и доходов, и расходов бюджета Республики Карелия, это основной инструмент для проведения этих идей или этих решений в жизнь. Потому что все участники, начиная с людей, которые работают в государственном секторе, это же не только государственные служащие, это и сотрудники государственных учреждений, это и люди, которые получают услуги от государства или от муниципальных образований. Это мы все, да, я тоже не исключение, я тоже получаю услуги от государства в виде услуг здравоохранения, образования и так далее. Они должны понимать эти процессы и должны понимать требования, которые предъявляются к тому, как необходимо и привлекать средства в бюджет Республики Карелия, и как их использовать или расходовать, как мы говорим. Поэтому вот у нас эта задача номер один. Кроме того, Министерство финансово Российской Федерации тоже ставит эту задачу перед всеми субъектами Российской Федерации, и даже есть такой рейтинг открытости финансовых органов, субъектов Российской Федерации. Вот в этом рейтинге мы пока на 37-м месте, но мы делаем все для того, чтобы в следующем году, по итогам за 17-й год, этот рейтинг значительно возрос. Ну, я думаю, что этот рейтинг гораздо лучше, чем тот рейтинг, где государственного долга, где мы впереди, да лучше бы там были пониже в этом рейтинге. Что ж, мы начали с очень хорошей, мне кажется, истории о том, что зарплата будет повышена, по крайней мере, у тех людей, которые оказывают услуги. И я знаю, что вас еще припасена еще одна хорошая новость по поводу преференций, которые будут розданы предприятиям. Ну, налоговыми преференциями мы считаем, в первую очередь, это пониженные ставки налогов для определенных отраслей, предприятий, которые работают в определенных отраслях, которые играют существенную роль в развитии Республики Карелия. И помимо налоговых льгот или пониженных ставок, у нас существуют еще такие преференции, как предоставление субсидий отдельным предпринимателям, отдельным отраслям экономики, тем, которым на самом деле они требуются для того, чтобы развиваться. Преференции, конечно, существуют давно, но в прошлом году в Республике Карелии значительно изменилось законодательство в части установления ставок налогов. Этот круг предприятий и индивидуальных предпринимателей, он сузился в связи с тем, что была проведена оценка социальной и бюджетной эффективности налоговых льгот. И эта оценка показала, что несколько из предоставленных в Республике льгот такой эффективности не имеют и не работают. И вот начиная с 2017 года у нас основными получателями таких преференций являются инвесторы, которые приходят в Республику Карелия для того, чтобы развивать экономику. Это малые предприниматели и индивидуальные предприниматели. Это лесопромышленный комплекс. И отчасти это государственный сектор, который также платит налоги. Это учреждения образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. И вот эти четыре основных категории налогоплательщиков, они получают эти преференции в 2017 году. И вот перечень этих преференций мы сформулировали. И сегодня мы его размещаем на сайте Министерства финансов. Мы предполагаем транслировать этот перечень преференций в дальнейшем и на других сайтах в Республике Карелии. И, возможно, и за пределами Республики Карелия. Потому что у нас есть такие информационные ресурсы, которые на самом деле позволяют инвесторам из-за пределов Республики Карелия получать представление об условиях осуществления своей деятельности на территории Республики Карелия. И это как раз же к вашему предыдущему вопросу об открытости. О том, что мы стараемся открыть все-таки все наши возможности и все наши установленные законодательно. Ну, в общем, открытая информация, которая нужна для всех. Для того, чтобы предприниматели имели представление, каким образом возможно строить свой бизнес в Республике Карелия. Ну, я думаю, предпринимателям тема финансов, она интересна априори. А наша сегодняшняя беседа была интересна всем. И не только сама беседа, но и тот телеупытный факт, который вы озвучили. Я напоминаю, что вы смотрели программу «Карельский капитал», а в студии у нас была министр финансов Карелии Ирина Ахакас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.